зачем люди покупают игры в стиме если можно зайти на гейп-стор и приобрести лицензии по конченым скидкам без комиссии опа это чё total war segun за четверть цены ничего не хочу сказать но только лох пройдет мимо игры здесь на любой вкус и цвет так что заходите на гейп-стор и перестаньте нарушать закон ссылка будет вон там душа холодно а в голове опять один лишь ветер значит настало время для кое-чего интересного neverhood также известная под названиями небывальщина ну или на крайняк не верь в худа самый запоминающийся хоррор моего детства и по совместительству одна из лучших игр за всю историю человечества быть может вы уже где-то видели этого персонажа или же как-то слышали эту очаровательную музыку да звучит словно вой аутиста в брачный период но на самом деле она по-своему прекрасно что-то на уровне msxfm а может даже и выше neverhood вышел в девяносто шестом году но несмотря на это графика в игре как будто в реальной жизни а все потому что все персонажи и декораций действительно созданы в реальной жизни точнее слеплены из пластилина и глины ну или из говна и палок как вы это любите а сама игра это миллион объединенных видеофрагментов этот экземпляр как никакой другой подходит для рубрики пересказа старых игр ведь на современном виндоусе и и хуй запустишь для этого нужно быть уверенным пользователем пк а я таких за всю свою жизнь встречал всего пару человек попытавшись запустить ее с помощью украинской магии и виртуальных машин я остановился на скам в м это такая программа для того чтобы рубиться в старые игры и так вот креативная заставка из пластилина я вам дам пару секунд чтобы ею насладиться и надеюсь заглотнули сполна да я буду играть с кривым пиратским переводом но в этом моя душа ведь именно с ним я проходил эту игру в детстве не верь в худо какой дегенерат это придумал не верь в моем кстати разрешение игры 640 на 480 изменить это никак нельзя поэтому не выебывайтесь берите что дают и вот начинается игра это главный герой клеймен профессиональные локализаторы из 90-х они кстати выглядят вот так а перевели его имя как глинку но так как мы идиоты будем называть его глина мес и так глина мес просыпается в своей хате жмет на кнопку и смотрит в окно прекрасный вид не правда ли после этого нужно открыть дверь открывается она вот так и перейти в следующую комнату опа это же мой любимый прикол с мухоловкой прыгаем вниз ну это совершенно нормально так и должно быть и перед тем как решать пазл и спустимся в подвал это место в котором появляются записки с подсказками и приколами от вилле единственного друга главного героя работает это так что если я завтыкаю на каком-либо этапе прохождения я могу вернуться и тут будет подсказка поднимаемся наверх и видим что мухоловку можно двигать также можно цепляться за веревки а если нажать на кнопку в двери то ну ёб твою мать уцепившись за четвертую веревку я понял что она открывает дверь и переместил мухоловку под нее после чего с помощью ловкой манипуляции заставил держать дверь открытой так попадаем на улицу проходим вперед и здесь есть пять вариантов пойти по мосту в белый дом в пещеру вернуться домой и зайти вот сюда давайте зайдем хули и тут находим первую кассету и пазл пазла в этой игре это просто адский и лютый дрочь на который уходит тонна времени вот эти пятнашки смысл которых состоит в том чтобы выложить букву h заняли у меня три минуты нет я не тупой я просто наслаждаюсь моментом как только пазл был собран открылась дверь здесь лежит еще одна кассета и проигрыватель кладем в него кассеты и и я вилле 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 бронгин эти диски телеистория это рассказ о нечастных и счастливых эти диски все что осталось от подлинной истории истории закрытия третьего века ну долбоеб больше нечего добавить узнав правду ты будешь знать что делать несмотря на то что перевод пиратский и записывали они скорее всего на морковь я считаю что озвучка вилле одна из самых лучших за историю игровой индустрии чтобы сделать настолько уебанский голос это нужно быть высшим магистром ораторского искусства слушай я расскажу тебе как вы поняли здесь нужно собрать 20 кассет просмотрев которые мы сможем узнать сюжет игры идем дальше делаем ну вот это и заходим в зал тут еще одна комната надписи здесь был вася но давайте сначала дойдем до конца хочется сказать что это самый тролльный коридор в моей жизни для того чтобы его пройти нужно выдержка скунса и терпение бешеной гориллы он долгий как очередь к проктологу он непреодолим как взяться с телкой за ручку на середине коридора красуется надпись здесь тоже был вася а в конце васю сильно били хакеры из харькова это вообще не соответствует оригиналу но мне уже наплевать я беру кассету и знаете что иду обратно тем же путем не ну я в принципе не против почему бы не поколацать мышкой еще полчаса ну я ж лох мне больше не на что тратить время правильно да и знаете что когда я вот уже дошел до этой комнаты спустился и забрал кассету на выходе у меня вылетела игра а я ж не сохранился понимаете вот вот что сейчас находится у меня во рту я не хочу опять прох... ну всем похуй на мою жизнь и потребности это я уже давно понял и поэтому я опять все прохожу подбираю кассету нажимаю на кнопку и на рычаг после чего на стене показывают какую-то сцену из аниме ну а я такое не люблю если честно возвращаемся в начало и вырубаем свет теперь еще раз заходим в эту комнату и видим символы такие вещи здесь необходимо записывать потому что они обязательно понадобятся для решения каких-нибудь пазлов теперь можно вернуться на улицу в этот раз я решил исследовать пещеру я извиняюсь здесь три кнопки одна из которых уже активирована значит остается еще две идем обратно и пересекаем мост тут еще одна кассета и пазл с динамитом но пока мне на него похуй поэтому иду дальше вот это наверное самое стрёмное место в игре представьте как я очковал когда в пять лет играл в это и слышал такие звуки здесь вот есть гриб который можно отведать да ну то есть глиномес искушает так скажем наслаждается пищей и рыгает в принципе можно еще один взять мне не жалко и вот на третий раз ну пожалуй сами посчитаете ладно я ускорю на самом деле эта отрыжка длится 1 минуту 7 секунд троллинг троллинг в этой игре сплошь и повсюду бомбит понимаете просто full разворачиваемся и идем к шкафу здесь нажимаем на кнопку и включаем подачу воды проходим дальше здесь непонятная хуй тени и слева музыкальная шкатулка глиномес как истинный ценитель высокого искусства не мог обойти ее стороной и решил насладиться музыкальным произведением но тут она перестает работать да и вообще через стену прорывается огромный монстр конечно приходится давать по съебам сперва войти в дверь не получается до чего уж там скрывать второй раз тоже не особо успешно упаси господь какая же смешная физиономия в конце второй части я обязательно сделаю подборку со смешными ёблами глиномеса на случай важных переговоров но в итоге конечно глиномес оказывается в комнате с пазлом кстати если подойти к клешне то смотрите опа а голову ты дома не забыл подбираем спичку решаем наверное самый легкий пазл в игре поджигаем манекен из динамитов и даем отведать зеленому гею у него конечно же бомбанула и одна из клешней прилетела к вилле да вот так выглядит вилле но в принципе не важно он всего-то пару раз за игру встречается теперь возвращаемся к месту где монстр поломал стену и садимся в тачку если поехать направо будет тупик а если вниз то еще один троллинг да типичный троллинг в майнкрафте нужно с ужасно неудобным управлением крутить мышкой по кругу чтобы нажать на кнопку и потом точно также выбираться отсюда теперь остается попасть в белый дом когда мы нажимаем на кнопку проигрывается мелодия из пяти нот которые нужно повторить а для того чтобы изменить тональность нужно включить подачу воды набрать ее в рот и нахаркать в трубке сначала я пытался подобрать на слух но потом вспомнив о том что слух у меня как у оперной певицы я попытался подобрать те же ноты на своей бандуре и вычислил правильную мелодию заходим внутрь скажи тук-тук я понятия не имею что это и в игре нет никаких объяснений на этот счет так что он ну нахер дальше лежит еще одна кассета тут вид из окна просто восхитительно и подъем наверх очередная кассета последняя оранжевая кнопка еще один вид из окна интересно пиздец и прикольный мем и тут еще веревка почему бы не дернуть за нее одна из самых мерзких вещей что я видел пожалуй дерну еще разок спускаемся вниз и просматриваем первые кассеты вилле рассказывает что все началось тубарда который должен был творить тубарк это можно сказать бог который создал весь этот замечательный пластилиновый мир но поделиться радостью ему было не с кем и он страдал от одиночества поэтому в один прекрасный день тубарк решил создать себе друга и пока это все что известно самое время отправиться в пещеру так 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 ну а что будет дальше вы узнаете в следующей части на самом деле это очень душесчипательная и поучительная история так что не советую пропускать с вами все это время на проводе была лена головач голова члена всего доброго